Ну вот, значит, это мы рассмотрели в случае, когда есть просто квадратная энергия, вот, а теперь у нас она будет, энергия пришла зависеть от полного вектора и от полного полосы, вот, или четыре полного полного вектора. Значит, энергия заполняется в этом основном состоянии. Вот это основное состояние мы будем использовать для того, чтобы описывать возбужденное от него состояние. То есть, вот тогда оно носит какой-то, так сказать, вспомогательный характер. То есть, на самом деле, одночисточное свое состояние, оно не доказано, что оно имеет отношение к действительно реальному состоянию электронной системы. Потому что системы, естественно, есть, значит, то, что на верное состояние, в образовании, это и получается. Но, значит, возбужденное состояние мы, наверное, можем, так сказать. Соответственно, для того, чтобы убедить все состояние, нам нужно зафиксировать все в основе, а состояние оно частичное. Так вот, это состояние мы, например, так, что мы говорим, что заполнено пространство полного вектора и, соответственно, номеров, этих полос в школе, значит, у нас заполняется состояние меньше энергии. Соответственно, не заполнено, а, значит, состояние меньше какой-то энергии, называется энергии. Вот, значит, это, с таким образом, изоэнергетическая поверхность. Но я, значит, теперь ввожу, смотри, ВС равное АЖК. Это, например, называется квазимпульсом. Ну, тут многие не были. В лекции я говорил, как мазочные элементы по угловским функциям вычисляли. И, соответственно, там еще картину такую, что мы можем скручивать. Потому что мы можем, если, допустим, расклады электронного векса в состоянии одной полосы, то мы можем, в принципе, использовать такой подход, как классический, что просто это электронный симпульсом П, да? Ну, просто у них реальный закон дисперсии, как говорится, он имеет вид вот такой. Ну, эффективность, а это, значит, квазиимпульс, а квазиимпульс. Какой-то производный вид, сложный вид не может иметь совсем. Ну, вот, значит, тогда мы можем, в принципе, есть пределы применимств, в которых можно электронный так рассматривать, как движущие квазиимпульсом П, включить квазиимпульсом П, и его вместо П квазиимпульсом П, в зависимости от этого, есть вот та самость. Производный. Ну, вот, значит, я по себе. Теперь, по себе мы строим вот это, потому что именно ориентируется на то, что вот такой подход есть, вот на такую вещь, ориентируется. То есть это изо-энергетическая поверхность в пространстве квазиимпульсом. Вот это вот, говорит, граничная поверхность. То есть электронный занимает состояние вот целью. и, соответственно, это изо-энергетической поверхности, и он занимается соединительным объемом. Соответственно, значит, П, Р, К, А, это козий волны, это волны, это плоский волновой вектор, имеющий те же свойства, что и волновой вектор, кстати, значит, он, смотрите, мы можем построить периодически ограниченную форму, мы строим. Значит так, вот элементарная ячейка, и, соответственно, мы разбиваем, мы строим подобные элементарные ячейки в большой кристалл, называем это самопопуск, а здесь ставят граничные условия, граничные и граничные кристаллы. То есть в следующем рядом расположенном кристалле, значит, у нас все то же самое, а это генетичные кристаллы. Мы до граничного склонения все соответствуют тому, что они не дают. Соответственно, значит, у нас в одном случае П, здесь в фазе импульс, это П1, это есть, так же точно, 2pH на L1, ну и здесь, значит, букву П1, а тут не хорошо, ну, С1, С1, где С1 целое число? Соответственно, значит, у нас это целое число, вот это нумеруется целое число, как обычно, так в фазе импульс, оно просто в фазе импульс, находится до негуберной, значит, вот это соответствует этой основе кристаллы. R1, здесь R1, здесь R2, очень много N1, 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 это число S1, максимальное S1, где N1, число HF, то есть 10, в такой большой серии, 22-23. Вот, если, значит, вот это, такая же фазе импульс, ну, вот, значит, такая, соответственно, вот это вот у нас, значит, у нас вот эта вот, такая пресса называется, поверхность фермы. Значит, поверхность фермы, это одна из важных, здесь металла. Не металлы, веществ, которые, у которых электроны, которые не металлы, а их учительность, тоже много. Для них поверхность фермы не так важна, но тоже играет роль. То есть, такая страница заполнения, как играет роль, а сколько мы занимаемся электронами? Электронами свободно движущимися. Если мы электроны у нас в Барсиаде, все, мы это движение электрон не учитывая в Барсиаде, то значит, это будет просто электронные модели, которые описывают электроны как атомные. Ну, это, как правило, неадекватный подход, значит, нужно обязательно всегда электронах есть, вот этот подход у нас. Но в Барсиаде все есть, но в Барсиаде все есть, но в Барсиаде. Даже вот в Барсиаде, вот я записывал, в Барсиаде, ну, значит, где-то вот энергия, в Барсиаде пройдет, внутри этих, все на дешевом состоянии, вот этого. Но, есть атомтовский и конечный, так сказать, разговор по этому вопросу. Вот у меня, это пять метров, ну, электрополитронских труб, и это будет дальше. А сейчас, пока Парсиаде. Скорее всего, металл, потому что, не металл, она простая, это мы не разберем. Почему для всех не металлов, она будет, что сегодня не так важна? А вот для металлов, это паспорт фактически, возьмем металл другой, мы можем себя отличать, мы можем себя отличать, мы можем себя отличать, мы можем себя отличать. И так, значит, какая же это, какие же это поверсти? Мы, значит, должны будем, вот это, как раз сейчас я, джон, джон, и сначала, покажу, ну, сначала, так, буду это, значит, это, вот, конечно, вы представьте, вот такую, мрачную, поверную книгу, называется «Парвесная сфера». «Парвесная сфера». Вот это, вот как почитайте, тем самым, «Парвесная сфера» «Возвучит», «возвучит», ладно, я покажу, покажу вам, какие противники. «Вот, видь по версии сферми, какой можно быть? Сейчас это называть не возможно. Так, я ничего не буду писать, нет? Сейчас, да, так, Я покажу, какие же байфоны на этом, наверное, больше эффективны. Как они, какие будут существовать, какие характеристики существуют. Так, сейчас мы будем закладывать. Возьмите. Так… Спасибо. Спасибо. Вот смотрите, конечно, все не умеет, но давайте сначала размешиваем, вот натрий и камень. Вот натрий смотрите, вот камень смотрите. Вот у нас натрий и камень похожи на свободные электроны. Именно поэтому это самый простой металл считается человеческим. К сожалению, в чём вышли на недостаток, вот, надо рекомендовать. В чём и недостаток этих металлов. Они вот так очень хорошими моделями, так сказать, внешними, служили для электронной теории. Все из низких сетей. Рассказывают электронные, очень хорошо. Но они не существуют, так сказать, в таком виде. Они и хранятся в этом селе. То есть, очень сильно. Они представляют собой такой, очень мягкий бед. И если мы на год вздравиться, то есть, то есть, в любом случае, оно было сделано в сервере, в 60-е годы. В 60-е годы, это было сделано для этого произведения этих поэтов. Итак, вот, пожалуйста, первый тип в сервере. Но дальше там, вы уже видели, когда, если я не знаю, сейчас я не скажу вам, и сразу же скажу, какие типы и что характеризуем поэтов. Чьи. Да, да. Как этот момент сделать. Так, да, нажимайте. Так, ну, значит, решение. Продвижение почти свободных электронов, нужно взять исходную сферу. Так. И, значит, ее определили радиус, исходя из того, как с этого сфера. Вон, вон, натрия и талия. Поцарация электрона какая-то, задаем ее. Вот, и вписано в эту поэтовой фирме, в этом интернете. Там, значит, это ложное впечатление страдрисует для натрия и талия. Я берусь на наши труда. Так. Сейчас. Если так выведите, то видно, что он на яйцо всегда похож. Причем яйцо вышло не только в этом, но и в этом. И, значит, это, это, значит, от него, ну, мы даже знаем, малыш физика этого, значит, этих, значит, строчек определенных. Очень малые некривизны. И, значит, они, есть физические тесты, которые, значит, обнаружатся. Потому что совсем, кстати, было бы, поэтому там ничего не будет. А что-то у вас возникает. Вот поэтому, что-то именно у нас решали, это тоже было интересно. Ну, то есть вот тогда мы вписываем его вот эту вот эту вот сферу, фирме туда. Ну, и, соответственно, учитывая влияние границ вот этих злого и проливая. Ну, вот тогда, значит, получается, это, значит, такая какая-то небольшое сложение. А я зачем стал говорить-то? А умеете, если мы впишем, умеете, как вы помните, там, значит, тоже один этот тон, но там две полоса близко от этого проверки. И поэтому, значит, он, получается, сфера-то такая, ну, короче, если она так не сходит, то она вот так не касается. Понимаете? Она так не касается вот этих границ. Сфера-фирмы. Ну, а реально, значит, вот здесь открытая область. Вот я говорил, а вот тут, изоанно-финский поэрс, это ориентир. Вот они в разных действиях, вот тут тоже, так, они в разных, например, такие труки. То есть это, ну, я тут не помню. Какой-то отмытый. Вот эти труки соединяют, так все сделано. Вот соединяет, и, значит, получается, что, так, возраст. Вот это тут какая-то... Что для букет, который мне там очень хорошо сытно-совный, но, значит, вот эта, эта сомнение, эту труку. И вот трубка туда, и трубка сюда, на нем? Ну, а думаете, в нем это видео сложное, а квадратно еще? А, значит, она, когда-то полете-то там сложное, Касается вот эта сфера, то есть, касается вернице, возникает тут и вот следующая, да, будет рядом такая же штука. Таким образом, вся эта сфера, как целая, представляет собой совокупность такой. То есть, чем простые эти, эти металлы простые называются. И простые такие металлы, в которых по движению почти совокупность электронов существует как бы хорошим прикидочным способом описания. Вот тогда вот они вот, это одновалядное, вот меня сначала начали, вот здесь твёрт, а вот здесь все расписываются, тут один электрон. Дальше твёрт встаёт, вот на Титалии, так, береги. Береги дальше уже это выходит. Значит, смотрите, тут уже совсем зарегистрировано. Ну потому что, смотрите, вот это вот, это, оно проходит не только через одну эту самую полосу, а проходит через две, не больше, когда только... Значит, а, кстати, я должен остановиться в двух частях. Сейчас я должен здесь осуществить. Значит, смотрите, сколько состояний в полосе у нас? Столько, сколько состояний в зоне брюлена. Вот сколько число состояний в зоне брюлена? Это у нас Н, да? Н, Н, значит, столько, сколько атомов, да? Если, значит, у нас каждый атом отдал один электрон, то такая, получается, получается такая, что, значит, есть, понимаете, в этой линице полосе у нас, в этой линице полосе, два Н состояний в зоне брюлена. То есть электроны там уже будут слиться два на одном состоянии, если дать спину вложениях на спину, тогда она слить. То есть два электронов. Поэтому два Н электронов будут слиться, а Н этих самых состояний в полосе. Поэтому, если один одновалентный, вещество одновалентное, как календарь, то оно занимать должно, по простой, так сказать, бухгалтерии, половину полосы. Понятно, да? Половину запущен, полосы не заняты, все. Фу, разрешен на полосы. Половину разрешен на полосы. Теперь, а если двухвалентный, он должен занимать всю полосу. Ну, так не получается. Почему? Потому что, бывает, здесь сложно. И она вылезает в другую зону брюлена, как бы. То есть вылезаем вот такую зону брюлена. А эта поверхность, допустим, вот так вот. Но это грубая модель. Он всегда вылезает. Так это вот получается, когда к одному следу должны ввести это, получается вот такая штучка. Здесь, значит, разнесется вот так вот, да? Здесь, значит, разнесется вот так вот. А эти все штуки дают вот такой еще болезнь внутренний. Понятно, да? То есть внутри, получается, в одной полосе в друге внутри, а в другой полосе вот эти, так называемые сигары. Вот они все, они сигары. Они сигары возникают, их так было названо, сигары. Вот. И в одно время было очень развито. В начале 60-х годах очень сильно была так называемая фермиология. Вот описание, понимаете, фермиология. Существовала новая часть экспериментов. Конечно, вот в курсе надо будет это изложить. Какие же моменты не определяется этот проект? То есть теперь это расходы, это это инстинкционное. То есть у вас какие-то отсоединяются в зависимости движения с магнитополис к полису, которые зависят, период которых и формы зависят с какого оператора системы. Вот такая вещь. А тут внутренность и внешность возникает. Итак, значит, смотрите, что мы приходим. Какие параметры. Значит, поверх сферы должна быть топология. Это называется топология. Так вот потом парогия. Она может быть замкнутой и открытой. Вот мы пометим, проверим. Она открытая, она через... Она не находится в одной же инфраструктуре, вся поверхность. А если ее как целое рассматривать, то она принесется никому хрусту. Она замкнутая. То есть она открытая поверхность. Открытая. А замкнутая его показали над веками. Вот здесь какие-то осетители, они замкнутые. То есть, идя по этой поверхности, мы находимся, можем пройти ее в одной, чем непределенно. Вот это искренне опыт топологии. Мне сказать, что очень любят здесь. Но вы знаете же, наверное, человека по фамилии Перинман. Он не чувствует. Так вот он в этой оси работал. У него, кстати, сложная была проблема. А надпись уходит. Ну там уж такая зона, что он вообще. Вот это значит, что он решил кому-то хрустить. Так вот. Значит и дальше. Фотография. Замкнутая и открытая, да? Вот это. Это фотография. Теперь замкнутая поверхность. Замкнутая поверхность. Замкнутая поверхность. Замкнутая поверхность. Значит, могут делиться на два типа. И вот как можно. Значит, смотрите. Вот это я проявляю здесь. Это, конечно, я проявляю. Зона управления. Человеческая. Вот здесь в центре зона управления. Допустим, минимум. Вот тогда идиотические поверхности. Вот так вот. Вот как вот. В Харе, у нас, значит. Вот они, вот так. Вот это зимний, значит. Если больше будет, то это будет поверхность. А вот. На границах там. Ну, естественно. Энергия растет, растет. А на границах там. Она достигает максимум. А тут тоже. Ну вот. Если сзади. Соедините. Это все же. Ну, вот так нужно. Так. Тут тоже замкнутая поверхность. И тут замкнутая. Энергия. Но здесь она окружает энергию большую, чем на сравнении поверхности. А здесь имеющую, чем на сравнении поверхности. Таким образом, это получается что? Хребизна отрицательной поверхности. Таким образом, возникает, например, здесь, что, значит, точезонарные дырки. Вот это вот, как бы, электроны в узком смысле этого слова. Обычные, да? А здесь, то есть у них хребизна отрицательной массы. Но масса. Это вот сюда. Массочные ариентиры всегда обсуждали. То, значит, у них, вот, вторая производная, для этого арифт-солнечного. И вот этот период. Вот это. Тензор эффективных масс. Тензор эффективных масс. Т.е. эмиссионарентов придет. Так вот, вот эта вот причина. Ну, эту тензор можно делать. Надо��� и electrol и Mary Seida будет, для этого случая, найти в роде отрицательной. Т.е.…あぁ, вот это конечно,不用 этом, но при этом это оказалось, потому что в поле, допустим, есть, в поле действует заряд. А… Так вот, здесь отрицательная масса, значит, в другую сторону. Здесь, в порядке, есть в другую сторону, а это в другую сторону. Так лучше для физики оказалось более интересным свидетельку с разряд положительной, а массу стать положительной. Фу, разряд, да, положительной, и массу стать положительной. Ну тогда, значит, у нас получается, что это носитель заряда, получается, что здесь тоже есть носитель заряда только с положительным зарядом. Называется дыркой. Вот электронный и дырочный. Вот электронные и дырочные существуют. Значит, соответственно, в проекте сферы, может быть, она может иметь кусочки дырочные и электронные. Это замкнутый повесок может иметь электронные, в узком смысле, я бы сказал. Но вообще-то все это электронные, но лично чуть нет. Электронные и дырочные. Вот замкнутый повесок. Но если откуда, то там нельзя, здесь все повесок активизировать электронные тренинги. Там дырочные стоят, там электронные. Вот. Теперь, значит, электронные, много связанности. Связанность. Вот сейчас на эту следующую станцию. То есть, здесь одна, вот сразу видите, здесь две повески уже образовываются. По связанной части, которая образуется. То есть, это, ну, опять же, это топологическое, собственно, понятие. И вот здесь, видите, смотри, магнит такой, какая-то, да. И вот здесь, вот эта часть. А, значит, это у него так, вот здесь, тут, там, не цениться, у меня. Там картофель и сигары тоже. И эта поверхность, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот. Значит, тоже, тут не уходят, ну, там. Значит, дальше. Алюминий, вот, о, тут вообще сложно. Вот, алюминий, вообще, значит, так, а, извините. Я вот здесь, если вам не запомнил, то есть дырки. Но здесь-то, значит, может быть, число электронов не равно числу дырок, а может быть и равно, а не равно числу дырок, так? Понятно? Вот это такое металло называется компенсирование. Значит, это, пятая, четвертая компенсация. Компит понятие компенсации. Вот оказывается, что есть металлы, у которых число электронов равно числу дырок, и они называются компенсирование. Вот это часть серии алюминий компенсирования. Вот, значит, теории и чайные такие. А это не компенсирование. Не компенсирование. Вот, на самом деле, как говорилось, и на самом деле, могут быть компенсирование или не компенсирование. Что здесь у него дырки, он где-то... Это, между прочим, не дырка. Так, я покажу вам здесь, может быть. Но здесь тоже, это, правда, книга написана в какие-то глухие годы. 78-й круговой. Почему-то, видимо, она очень так, ну, сера. И поэтому картины здесь, не сомневшись с этими... А это интернет, всякие где-то, где-то там. Ну, сейчас, наверное, где-то есть и лучше. Вот. Сейчас я покажу, какие-то вот забавные здесь картинки. Вот, например, в следующем фильме. Барис. Так вот, они тут, что-то они придумали. Они монстры, не в стране. Сейчас в вашей серии называли монстрами. Потом, значит, называли кетра-купными. Кетра-купными. Теперь супер-яйцо. Все смеются. Все смеются. Вот здесь было супер-яйцо. Это какое-то лицо, которое они не только не имели, но они... Потом начали. Вот, а это, значит, здесь смотри-ка. Сигара-корона. Это первая половина, первая берега-берега. Я берегу вам покажу. Но тут не все изображено. Тут трудно. А вот они, видите, артемент, это сигара, это корона. Барис. Значит, тебе дальше что еще? Еще какие-то... А вот монстры, я сейчас найду, мне не скажу. Это тоже есть. Монстры... Патрульнич... А, вот здесь. Это не здорово. Желудуэт иногда... Вот... Вот они. Вот, произведение... Подожди, это ничего такого. Ну, тут дырки и все. Голова... Это Галлия. Галлия. Вот Галлия. Очень богатая. Бэкстель. Это, допустим, трехвалидные, двухвалидные металлы. Их очень разные. Много разных кусочков. Вот много связанных. Смотрите. Много связанных. Там очень интересные. Так вот, там, видите, прям все подписали. Эти фотографии. Вот где-то голова, где-то этот. А, значит, на сегодняшний день, в свое время, сейчас я тоже покажу. А, вот интересная. График. Тут даже нет я почему-то. Урирот. Урирот. Сейчас очень модный, вы знаете, урирот. Урирот существует в четвером состоянии. Вот я, ну, за один график там, видимо, у меня наступление нашего. Тагильский Новоселов. И вот здесь 눈물, он там… Тагильский. До Новоселов? Нет. Гейм до Новоселов. Гейм до Натарисова. А где-то еще девах, где-то… Тагильский. Тагильский. А, значит, этот самый известный. А кто Гейм Новоселов? Но он, к сожалению, Сыровский не жив. Он, значит, царгуй. Сыргилов, проживший Фестер. И там же получился Фестер. Костя Новоселов. Вот. Значит, вот они, значит, тогда, они нашли этот самый, графен, который, может быть, моносоль графена, это было отравлено. А графит, это, значит, система плоскостей, у них есть эти значения. Ну, по-моему, металл тоже. У него какая-то такая дырки, дырки через межсимметровые. Ну, тут тоже сейчас я покажу, графит, а тут почему нет, а другой все есть. Вот, значит, ну, в общем, вот эти два акции имеют такой, видите, вот сразу же я расскажу, какие-то акции у них есть. Значит, вот, то есть, это, вот красивая поверхность я имею в виду, как кадры, я не могу найти этого сейчас, которому мне нравится, очень много зооэкспериментов, я имею в виду, да? Вот, вот смотрите, вот этот, значит, вольфранк, вот смотрите, здесь все. Я сейчас тоже вольфранк не сходил здесь, у меня есть где-то. Значит, здесь все есть, что надо. Вот свинец, вот свинец, сейчас получите, применим сначала вольфранк, вот вольфранк, вот вольфранк. То есть, менее наглядная картинка. Значит, здесь много алипсоидов, вот маленькие алипсоиды, у меня они похожи на окружную, то есть, сферы, ну, только алипсоиды, разные, какие-то массовые, пообразные образы. Потом, значит, в центре у него находится вот это, они тоже ее как-то называют, так, ну, забыл, в общем, в центре ходят тетрад, тетрад, как он называется, потом эти пирамиды дальние, потом такая фигура с этими кругами, шарами, с этими шарами на конце, то есть, я не придумываю, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, как она называется, вольфранк, очень широко известная. Ну, в общем, вот такая, значит, здесь, это, значит, набор такой. Ну, и так, значит, смотрите, еще топология, топология, значит, замкнутая, открытая, 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 дальше, значит, компенсированная, значит, замкнутая, делится дырочная, электронная, и, значит, соответственно, дальше еще, значит, компенсированная, компенсация некая, компенсация некая, компенсация может быть, n, e, значит, равно, n дыр, электронная, и n, e, не равно, вот, значит, итак, вот это вот замкнутая, открытая, с ужасом, так, ну, и теперь, значит, дальше, связность, 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 односвязанная, ну, вот это, щелочные, там, мель, там, все, там, всего односвязанная, односвязанная. Вот, значит, это связанность. Ну и вот, всё примерно. Значит, вот это вот вся... Мы видели все эти картинки. Ну, чё? Открыто всё. Что-нибудь есть. Особенности вот примерно. Значит, на них. Тольфан. Молепионом, альпионом, 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 альпионом. Тольфан может быть близкие. Кантимоножные металлы, значит, это близкие. Вот. А, так дальше. Ну, вот возьмём сейчас. Медь, натрий, талий, перим. Ну, это вот сигары и этот цветок как-то из ожарения называлось. Ну, тут не всё, да? Это альпионом. Какие-то ещё есть у него в форме. Ну, вот у магнионики тоже два. А, между прочим, да, вот это у меня тоже. Видите, не понимаешь, что это у нас есть? То есть это такая, типа, шашародоза. Скуснутый, блин. Вот. Альпионом. Значит, здесь вот такие вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот сложные диагностики. Ну, вот как будто физические явления как-то, альпионом их явлений, можно эксплуатировать какие-то качественные диагностики, альпиономики, и оттуда мы ещё посмотрели, какие эффекты от них имеются. Ну, галя, я тут ещё знаю пока. Ну, по-моему, там всё равно не связано. В студенте очень сложная поверхность. Ну, по-моему, компенсируем. По-человечебности. Цент. Ну, вот светит цинк, вот, да, кто-то человек, я не могу помнить. Барри. Так. Барри. Вот это именно. А разным цветом-то что там там изображается? Это длинные электроны. А. Длинные электроны разным цветом изображаются, а не длинные электроны. Максимум. Так. Значит, можно, можно, да. Ну, и всё. Значит, вот такая вот... Ну, вот это я и рассказал вам, что-то появляется в фильме, и какие-то... Это... Ну, ладно, в следующий раз расскажу. Начну с чего? Начну с того, что типы твёрдых тел по электронной структуре. То есть заполнение... Заполнение. Подпись. Мы, значит, заполнение здесь... Так, по энергии ферми, по полторы с их в фильме. Посмотрели. А теперь заполнение подпись в состоянии. Ну, и, значит, давайте... Ну, сейчас... У меня уже... У меня уже... Типы. Твёрдых тел по электронной структуре. Заполняется в области состояния. Области состояния. Это будет... Так. Я не принёс... Это следующий вопрос... Треть, была.